Здравствуйте, друзья! Кинокомедия «Джетлемена удачи» – один из самых любимых советских фильмов. Думаю, я здесь не одинок. Это блестящая комедия, снята по изумительному сценарию, над которым трудились Виктория Токарева и Георгий Данеллия. Кстати, у меня уже был один ролик по этому фильму, назывался «А при чем здесь Джамбул?». Советую посмотреть. Подсказка будет справа вверху, вот картинка заставки, а ссылочка будет внизу в описании. Рекомендую посмотреть. Помимо сюжета, фильм наполнен множеством мелких деталей, обращать внимание на которые начинаешь не сразу, а после нескольких просмотров. Один из них – «А была ли семья у директора детского сада Евгения Трошкина?». В фильме мы видим замечательного педагога, очень любящего детей. Но когда показывают его дома, то мы видим, что на работу его собирает мама. И все? Как получилось так, что такой хороший педагог со стажем не имеет детей? И где его супруга? В поисках ответа я заглянул в литературный сценарий фильма и выяснил, что в квартире Трошкин проживал не только с мамой, но и с бабушкой. Именно они провожали директора на симпозиум. Такая легенда была придумана для родных. Вот текст сценария. Он вышел в комнату, где бабушка укладывала чемодан. Брюки от нового костюма я положила в чемодан. А пиджак на день меньше помнется. Ладно, наша Женечка будет самой красивой на симпозиуме, – крикнула бабушка маме. «Мама!» – позвала мама из кухни. «У тебя пирожки горят!» Бабушка устремилась на кухню, а Трошкин, воспользовавшись моментом, быстро вытащил из чемодана брюки, схватил пиджак и, приподняв сиденье дивана, сунул костюм туда. И это именно их упоминает археолог Мальцев, когда приехал в Среднюю Азию уговаривать Трошкина на побег из тюрьмы. Помните в фильме? «Кстати, о бабушках. Я сегодня утром забегал к вашим и сказал им, что симпозиум продлили на две недели». «Кстати, о бабушках. Я сегодня забегал к вашим и сказал, что симпозиум продлили на две недели». В сценарии он еще и передал пирожки от бабушки. В фильме пакетик тоже присутствует, но без объяснений, что в нем лежит. Вот кусочек сценария. Мальцев приподнялся, вытащил из-под себя сплющенный пакет, протянул его Трошкину. «Бабушка, прислала вам пирожков», – сказал он. «Сегодня утром я забегал к вашим. Спасибо», – вздохнул Трошкин. Так что ответа про жену и детей сценарий не дал. Но ответ, как мне кажется, есть в самом фильме. Помните эпизод, когда под видом ограбления Трошкин проник в собственную квартиру? Он взял свои сбережения из ящика стола, где мы увидели его фронтовые награды – орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, боевой, а не юбилейный, две медали за отвагу и одну за боевые заслуги и знак «Гвардия». Хоть и не награда, но знак памятный. Но перед этим Трошкин долго смотрит на фотографии на стене, где мы видим портреты его воспитанников. В сценарии тоже есть этот момент. Пожалуйста. Над письменным столом висели детские фотографии штук 40 или 50. С них глядели на Трошкина смеющиеся детские лица, отчаянно хохочущие и лукаво улыбающиеся. За каждой улыбкой вставал характер. Трошкин коллекционировал детский смех. На каждой фотокарточке аккуратно были написаны имя и фамилия обладателя и год. На верхних фотокарточках, где стоял 47-й год, дети были худенькие, бедно одетые, и сами карточки выцветшие с желтыми пятнами. Чем позже были датированы карточки, тем заметнее менялось их качество, облик и одежда детей. В фильме фотографий заметно меньше, но есть среди них парочка, которые выбиваются из общей картины. Вот этот снимок малыша, и вот этот ребенок чуть старше в тазике. Есть гипотеза, что конкретно на этих снимках мы видим ребенка Трошкина, скорее всего его сына, который вместе со своей матерью и женой Трошкина погибли во время войны. Это подтверждает и та боль, с которой он смотрит на эти снимки. Это не скука по воспитанникам, это гораздо больше. Почему же эти снимки оказались среди фотографий воспитанников? Можно только гадать. Возможно, что они появились в этой сцене первыми, когда Трошкин только пришел с войны, а потом на ней стали появляться и другие фото детей. Я не настаиваю на этой версии, это просто предположение, с которым вы можете и не согласиться. Прошу высказывать ваше мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрели. До новых встреч.